30 октября президент Шавкат Мерзиев провел совещание, посвященное обсуждению ожидаемых итогов исполнения государственного бюджета в текущем году, основных макроэкономических показателей и направлений бюджетно-налоговой политики на 2019 год. На совещании отмечалось, что по итогам текущего года, как ожидается, доходы государственного бюджета составят 74,5 трлн сумм, расходы 78,5 трлн сумм. В распоряжении местных бюджетов останется 5,5 трлн сумм, или в 6 раз больше средств по сравнению с прошлым годом. Либерализация валютной и ценовой политики, упорядочение взаиморасчетов в сельском хозяйстве и рост капиталовложений положительно повлияли на увеличение доходов бюджета. Подчеркивалось, что поступательный рост доходов бюджета в следующем году, внедряемые в налоговой системе исторические изменения, станут большим подспорьем для населения и бизнеса. При обсуждении расходной части бюджета на 2019 год президент отметил, что расходы должны быть ориентированы в основном на социальную и экономическую сферы. Уделено внимание реализации принятых государственных программ, данные поручения по целевому и эффективному использованию бюджетных средств к дальнейшему усилению контроля в этой сфере. 31 октября под председательством главы государства состоялось совещание по вопросам комплексного развития сельского хозяйства, широкого внедрения инновационных технологий в сферу, увеличение экспорта продукции. Особое внимание уделено вопросам внедрения в отрасли инновационных технологий, научных разработок, особенно технологии капельного рошения. Подвергнута критике недостаточность работы, проводимой в нашей стране по внедрению водосберегающих технологий, вследствие чего тратятся большие средства на содержание коллекторно-дренажной сети. Подчеркнута необходимость расширения масштабов внедрения капельного рошения в хлопково-текстильных ластерах и на хлопковых полях фермеров в 2019-2021 годах. На совещании определены актуальные задачи по эффективному использованию земельных и водных ресурсов, развитию семеноводства, совершенствованию системы доставки минеральных удобрений, обновлению парка сельскохозяйственной техники, развитию перерабатывающей сферы и другим направлениям. 31 октября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обменялись поздравительными посланиями по случаю знаменательной даты в истории двусторонних отношений. 20-летие со дня подписания договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан. Почеркнуто, что новой вехой в последовательном развитии взаимодействия стало подписание договора о стратегическом партнерстве и совместной декларации о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укрепления добрососедства. Выражена убежденность, что наша совместная деятельность и дружба, дающая особый стимул к сотрудничеству между нашими странами, получит свое дальнейшее последовательное развитие на благо наших народов. 2 ноября руководитель нашей страны провел совещание по вопросам организации эффективной реализации намеченных реформ по дальнейшему развитию системы народного образования. Отмечалось, что перед сферой стоит множество задач, все еще не отвечая требованиям уровня обеспечения школ учебниками, качество учебных программ, работа по повышению знаний и квалификации учителей, устранению нехватки кадров, расширению возможностей изучения иностранных языков. Актуальным остается и вопрос повышения качества учебно-методической литературы и учебников. Особое внимание уделено также и состоянию зданий школ и их материально-технической базы. Президент отметил необходимость скорейшего завершения строительно-ремонтных работ в школах, оснащение их за счет централизованных инвестиционных средств. Поставлена задача развивать систему частных школ на основе изучения зарубежного опыта. На совещании обсужденный ход подготовки школа к осенне-зимнему сезону. 30 октября глава государства подписал указ о мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках. В соответствии с документом с 1 января 2019 года отменяются лицензирования деятельности по осуществлению оптовой торговли и особого порядка налогообложения предприятий торговли, специальный порядок учета выручки от реализации отдельных видов подакцизных товаров и ее использования, требования о получении разрешения на выездную торговлю, требования о 15-процентной предоплате на внутреннем рынке по сделкам организации с долей государства менее 50%, также ряд других норм. При Министерстве экономики Республики Узбекистан создается Центр исследования отраслевых рынков и экспорта ориентированного производства и обозначены его задачи. 1 ноября президент Узбекистана подписал постановление о проведении международного фестиваля искусства Бахши. Документом определена организация в городе Термезе раз в два года международного фестиваля искусства Бахши. Первый состоится с 5 по 10 апреля 2019 года. Утвержден также состав Организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля. Соответствующие задачи поставлены перед министерствами и ведомствами. Субтитры создавал DimaTorzok